Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике характеризуется выявленными 100 новыми случаями коронавирусной инфекции. При этом необходимо обратить внимание, что в городе Якутске зафиксировано управление Роспотребнадзора 40 новых случаев в Мернинском районе 17, в Алданском районе 8, в Нюрнгринском районе 6. От 1 до 5 случаев зарегистрировано в 11 районах Республики. Лаборатории медицинских учреждений Роспотребнадзора продолжают осуществлять тестирование на новую коронавирусную инфекцию. За сутки проведено 2024 исследования. Всего на территории Республики за весь период пандемии обработано 925 743 теста. Необходимо обратить внимание, что на койках медицинских организаций сегодня находятся тяжелые больные, в основном старшего возраста. И наши врачи каждодневно борются за их жизнь и, соответственно, решают поставленные перед ними задачи. В Республике полномасштабно началась, во все УЛУСы Республики уже доставлено и везде началась непосредственно вакцинация населения. Из поступивших 22 тысяч вакцин непосредственно провакцинировано за последние сутки 1574 человека. Еще раз обращаю внимание, что вакцинирование проходит для всех групп населения, как в городе Якутске, так и во всех районах республики. Сегодня активно получают вакцины в городе Якутске, в Нюрнгринском районе, в Алданском районе, в Вилюйском районе. Меньше всего вакцинировано у нас на настоящий момент в Булунском и Нижнеколымском районах. Это связано в том числе и непосредственно с поздним поступлением вакцины. Учитывая непосредственно масштабность вакцинации и учитывая то, что сегодня вакцинация начинает достаточно серьезно входить в нашу жизнь, глава Республики Саха-Якутия подписал указ, согласно которому снял ограничения по самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. При этом необходимо обратить внимание не для всех категорий, а только для тех, которые непосредственно осуществили прививку против коронавирусной инфекции. Требование о соблюдении режима самоизоляции отменяется для лиц и граждан старше 65 лет, а также для граждан, имеющих хронические заболевания, через 42 дня после первой вакцины против новой коронавирусной инфекции. Относительно же граждан, которые непосредственно переболели и находились на самоизоляции, такое требование отменяется временно. При этом необходимо обратить внимание на то, что лица старше 65 лет и, соответственно, а также лица, которые болеют хроническими заболеваниями, если в течение, они могут быть, непосредственно для них режим самоизоляции отменяется, в течение период 6 месяцев с момента того, когда лицо считается выздоровевшим. Что значит переболел? Это значит перенес все клинические признаки заболевания и был включен соответствующий федеральный регистр. По истечении 6 месяцев после выздоровления граждане должны либо вакцинироваться, либо для них будет, если в целом по республике будет продлен режим самоизоляции, будет, соответственно, действовать режим самоизоляции. Кроме того, указом главы республики Саха-Якутия возобновляется работа, как уже не раз говорилось, по предложению исполняющего обязанности главы города Якутска детских игровых комнат, детских развлекательных центров, и, соответственно, открываются катки. При этом необходимо обратить внимание, что все открытие этих учреждений и организаций для детей будет осуществляться в трогом соответствии с правилами Роспотребнадзора. Продолжение следует...